коллеги я вас приветствую мы продолжаем стряпать клиенты для сигналар чата у нас есть сервер у нас есть identity сервер и у нас есть пачка клиентов консольная dpf в этот раз будем делать win form клиента вернее даже не столько делать сколько покажу реализацию потому что вы сами можете посмотреть на гитхабе ссылка в описании ну и прежде чем приступить давайте покажу кое-что из того что показывал раньше а собственно говоря из чего состоит наша система у нас есть identity сервер это отдельно стоящий микросервис который создан из шаблона ссылка в описании на шаблон есть чат api в котором собственно реализован этот хаб сигналаровский есть уже клиентское приложение которое сделано на консольном на консольной платформе это было в первом видео дальше у нас уже готов dpf клиент который собственно грел в предыдущем видео я показал реализацию ну и в этот раз я буду показывать как я реализовал winform клиент опять же прошу не судить меня строго я давным-давно на не надо на винформах не программировал поэтому в общем это только в целях ознакомления в общем как это работает именно подключение к сигналару передачи сообщений а не архитектуру от этого самого winform приложения поэтому winforms даже вот если честно давайте переключимся visual studio и посмотрим что я тут на наделал друзья перед тем как начать хочу напомнить что подписывайтесь на канал чтобы не пропустить новые видео обязательно поставьте колокольчик я думаю что всем от этого будет польза спасибо итак перед вами форма на которой существуют три раздела это логин пользователей и собственно гря сами сообщения есть кнопка получения токена он отобразится вот в этом месте если мы его получим здесь у нас кнопка подключения к чату с об кнопка отключения это список пользователей будет показан эта кнопка отправки сообщения это собственно гря сообщения которые будут записываться в том случае если пользователь что-то кто-то куда-то отправил ну и И если были какие-то ошибки, то тоже я решил выводить сюда, чтобы упростить процесс. Запустим приложение. Пока без каких-либо дополнительных сервисов, чтобы проверить, что он действительно работает. Вот я завел какой-то логин. Вот я нажимаю GetToken. И так как у нас Identity Server не запущен, было сообщение. В общем, сказалось, что сервера нет. Я подготовил некоторое количество исполняемых команд. То есть я могу запустить OS Server. Ну, просто командная строка, которая в .NET run и выполняет проект. Я думаю, что тут ничего сложного нет. Она сейчас стартанет, и мы тогда... Да, вот она стартует. Это запустился Identity Server. Как вы помните, там заведено три пользователя. И сейчас, если я запишу правильный пароль... Давайте неправильный сначала. Вот интересно, что будет. Вот. Не могу получить токен с Identity Server. Ну, видимо, я не делал обработку. Если честно, я уже как-то не помню. Давайте получим токен. Вот он, я получил токен. Теперь у меня загорелась кнопка Connect Chat. Я могу подключиться к чату. Но так как чата нету, я его еще не запускал. Давайте вот... Да, вот. Connection. В общем, невозможно подключиться к серверу, потому что сервер отклонил соединение. Потому что сервера нету. Не знаю, как он мог отклонить. Конечно, неважно. Запустим теперь API. С тем самым сигналаром. В общем-то принцип тот же самый. DotNet Run и все такое. Сейчас он стартанет. Да, вот он стартует. В общем-то, теперь я нажимаю подключиться. И как видите, я подключился. Вот он, пользователь. Вот он, я подключился. Еще я сделал кнопку на DAPF клиента, то есть Shotcut. И могу запустить его вот так вот прям быстренько, чтобы опять же сэкономить ваше время. Так, User1 у нас уже подключен. Давайте подключим User2. Давайте введем пароль. Нажмем подключиться. И нажимаем... Ах, вот тут не будет видно. Давайте сделаем вот так. Я нажимаю Connect Chat. У меня теперь два пользователя. Здесь второй. Ну, я не буду подключать консольное приложение. Хотя, ну, давайте подключим. Теоретически это нам тоже несложно сделать. Клиент, BIN, DEBUG, NET. И консольное приложение у нас... Ну, давайте просто запустим. Там по умолчанию подставится токен User1. Поэтому у нас теперь у одного пользователя два подключения. Вот у этого пользователя он подключен из двух мест. И, соответственно, если я начну писать сообщение, я... Давайте я сначала напишу какое-нибудь сообщение. Вот я его отправил. Вот оно пришло к пользователю один. В этот. И пользователю один в этот. Смотрите, современные чаты, они на самом деле умеют выборочно управлять местоположением пользователя. Даже не так. Выборочно... То есть определять текущее активное окно пользователя и отправлять ему сообщение именно в это окно. То есть, если у вас, допустим, открыт телеграм, например, на вашем мобильном телефоне и десктопное приложение, и вы постоянно работаете со своим компьютером, то первое сообщение, которое придет, оно придет непосредственно на десктоп. Если только вы на него через какое-то время не прореагируете, то тогда второе сообщение придет уже на мобильное приложение. В общем, это уже нюансы реализации самого вот этого чата. Поэтому, в общем-то, их множество может быть. Или всем сразу, или вообще не отправлять. Или настройками управлять, дублированием вот этих самых сообщений, если у пользователя зарегистрировано несколько подключений. Эту логику, естественно, я не делал. Как, впрочем, и логику по переподключению к сигналару, логику по сбросу... Ну, ладно, неважно. То есть я реализовал только подключение самым простым способом, чтобы было понятно и доступно без всяких сложностей, которые, собственно говоря, возникают еще при разработке чатов. То есть обрыв соединения... Ну, ладно. Итак, смотрите, я теперь нажимаю выход из этого, и у меня пользователь как был, так и остался. А вот если я теперь нажму отсюда disconnect, у меня в мобильном приложении... О, еще остался подключенный клиент. Ну, что ж, друзья, мне вынужден извиниться, и про старуху бывает порноха, как говорится. Я думаю, ничего страшного, вы меня простите. На самом деле, надо сказать, что я не делаю функционал полностью чата, а делаю возможность подключения разных клиентов с разных платформ к сервису, который находится в SP.NET Core, а авторизуется на identity сервере. В общем-то, вот это была задача, и поэтому, в общем-то, обработка всех нештатных ситуаций в мои планы как бы не входила. Я прошу прощения. И теперь, в общем-то, собственно говоря, здесь я не сделал брос токена, но бог с ним, неважно. Все работает, в принципе, одинаково. И на этом, наверное, я буду завершать, потому что больше мне показывать нечего. Дальше будет другой клиент. Увидимся в другой серии. Вам всего доброго. Спасибо за комментарии. Спасибо за поддержку канала. И пишите правильный код.